Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Руслан Хубиев, и вы наверняка здесь, чтобы посмотреть на интересное издание. Для этого и существует рубрика Твердобзор, где я показываю самые интересные экземпляры своей коллекции оригинальных комиксов. И сегодня мои руки дошли до довольно экстравагантного издания, с интересной довольно историей, и которое помогло мне поставить отличное кликбейтное название ролика. Спасибо ему большое. Речь пойдет про первое парагоновское издание комиксов Marvel, а именно Marvel Paragon Collection Крис Клэрмонд. Чем же интересно данное издание? У парагоновской коллекции довольно небогатая история, но довольно интересная. В какой-то момент Marvel решили сделать фирму отдельную под названием Marvel Made. Вот вы ее можете найти, если посмотрите сзади. Тут есть надпись Marvel Made, вот здесь. Это особая фирма, которая занимается официальным мерчом Marvel, грубо говоря, да? То есть они решили сделать некое подобие смеси лутбоксов, эксклюзивных лимитированных изданий комиксов, и в целом эксклюзивных лимитированных изданий, но успели сделать они довольно мало. Первой их ласточкой был бокс по Скотти Янгу, где были всякие мелочь, плюшки, блокноты с обложкой Скотти Янга и так далее и тому подобное. Но данное издание — это их первый комиксный проект. Это лимитированный сборник комиксов Криса Клэрмонта, среди которых и Иксы, и Росомаха, и так далее. Если вы на этом канале, вы смотрите данную рубрику, скорее всего, вы знаете, кто Крис Клэрмонт такой. Я его взял, потому что, когда я увидел превью данного издания, у меня возникло множество вопросов. И я сейчас вам покажу, почему. Дело в том, что вот эта вот огромная массивная книга, замечательная, с синей крышкой под кожу, толстенное издание — это всего лишь фикция. Дело в том, что они решили, что нет лучше слепкейса и нет лучше бокса для книги, чем другая книга. Да, господа, это издание «Книжка в книжке». Данная большая бандурина является всего лишь слепкейсом и чехлом для основного издания книжки от Marvel Pregnant Collection, которая находится здесь, которая тоже выполнена в таком же стиле, как можете заметить, она идентична. У нее тоже под кожу сделанная крышка, у нее золотой обрез страниц, довольно толстый корешок, довольно толстая сама крышка, обложка и задник, золотое лисе и так далее и тому подобное. Забавный факт, что это первая и, походу, последняя Marvel Mad'овская штука, потому что, к сожалению, они выбрали странную систему работы сайта, где собираются средства на следующие книги и тома. Этот метод называется «Сайт работает только тогда, когда есть книга», поэтому если вы перейдете сейчас на сайт, у вас будет надпись, огромная надпись «Данный лот уже распродан» и все. Новости о дальнейших томах вы не сможете посмотреть, новости о предыдущих лотах вы не сможете посмотреть, ну и в целом довольно интересный подход они выбрали. Это издание стоило 200 долларов, 199 долларов, если быть точнее, и на него собирались деньги непосредственно на самом сайте. Итак, что же вы получите помимо книги? Там лоты и пледжи, они добавлялись в рамках сбора средств. Он считался успешным, насколько я помню, после 1200 участников в сборе средств в этой компании. Также в этом боксе, кстати, да, он сделан из пенопласта, тоже с синим под бархат покрытием. Под книжечкой находится у нас вот такая вот папочка. Это папка «Конверт». Вот здесь написано «Крис Клэрланд, Marvel Paragon Collection». Вот сзади вы ее открываете осторожненько. И внутри вас ждут так называемые литографские пластины с различными обложками и артами различных художников. Каждая из этих пластин, это толстый картон у нас, если что, это не железные пластины. Каждая из этих пластин пронумерована непосредственно номером этого издания. У меня 1779 из 2180. Здесь у нас есть арт Сальвадора Ларокки. Да, написано «Morall Made», «Faragon Collection», «Крис Клэрманд». Арт, собственно, Маркоса Мартина, на удивление. Я, честно говоря, не ожидал его увидеть здесь. Но приятно, что мне он нравится чуть больше, чем Ларокка, честно говоря. Здесь у нас есть Артур Адамс. Вот, из тех, кто любит постарше, как говорится. Вот, Артур Адамс. Здесь у нас есть Фил Нота, тоже замечательный художник. Здесь у нас есть арт от нестареющего Джоки Сады. Я не про стиль, я про саму фигуру. И у нас есть здесь арт от Филиппа Тена. В довольно, кстати, шикарном качестве, честно говоря. Судя по всему, немножечко мылит. Ну да ладно. Это что касается пластины. Эти пластины шли с каждым изданием. Вы их могли получить, если вы поучаствуете в сборе средств. Возможно, вы даже поучаствовали, возможно, у вас тоже такое издание есть. Если да, кстати, напишите в комментариях, кто еще брал, кто увидел. Потому что у меня мучили сомнения касательно того, брать это или нет. Потому что, с одной стороны, ну это очередные комиксы Клэрнтон. У меня, допустим, то, что есть в этом сборнике, ну у меня оно хранится в ряде других изданий. А с другой стороны, это прецедент. И довольно прикольный. И иметь такое на полке было бы приятно, что я решил сделать. Помимо того, что я сейчас назвал, вы здесь увидите сертификат аутентичности, который часто прикладывают к различным подписным изданиям, подписным синглам, подписным комиксам, которые как бы доказывают, что зуб даю, не подделка. Вот, насколько он роляет, это уже смотрите сами. Далее у нас идут синглы, которые добавляли в процессе, опять же, которые отличаются от издания к изданию. Потому что некоторые синглы были эксклюзивны, если у вас есть подписка на Marvel Unlimited, например. Что здесь за синглы? Отдельный из дополнительных плюшек я хотел бы отметить данный комикс. А именно, эксклюзивный ваншот Росомахи от Криса Клэрмонта. Этот сингл был одной из плюшек за достижение определенного количества предзаказов. И вот это вот действительно эксклюзивный подгон. Данный сингл расскажет историю про Росомаху, которая напрямую связана с его первой лимиткой своей первой сольной серии от Клэрмонта и Миллера. Обложка к нему, кстати, была нарисована Стивом Макнивином, которого вы можете знать по таким комиксам, как «Гражданская война» и «Старик Логан». Эксклюзивность данного сингла, а также его привязка к легендарному первому Тому Росомахе, делает данный сингл довольно редкой и довольно важной частью любой коллекции. Вот он-то меня уж точно порадовал. Еще одна эксклюзивная вариантка для непосредственно Marvel Made, это вы можете найти вот здесь. Это у нас вариантка 13-го выпуска «Людей Икс» ангоинга, с обложкой «Ankini X-Man» от Тейлора. По-моему, Тейлор у нас делает «Экшн Фигур Вариант». Вариантной обложки с пародией на коробку Тойбизовской или же «Марвел Леджендовской» фигурки. Вот, это у нас 13-й выпуск «Ankini X-Man». А это альтернативная обложка 6-го выпуска «Росомахи», «Онгоин Гросомахи», тоже для Marvel Made, судя по надписи здесь, сделанной. Такую же обложку вы могли получить, но только скетчевую, то есть черно-белую, если вы подписаны, насколько я помню. Надо тоже проверять, но, насколько я помню, если вы подписаны на Marvel Unlimited, вы получаете еще такой же сингл, только в ЧБ. В целом, прикольно, то есть это, опять же, те плюшки, которыми я, скорее всего, не воспользуюсь, я оставлю их в этой же коробке, потому что я не собираю синглы в большом количестве, хотя это приятные вариантки, я знаю, что они подорожают, я знаю, что они, скорее всего, станут дороже, учитывая, что это лимитированные издания, обложки шли только с ним, бла-бла-бла. Но все равно для меня это такие финтифлюшки, которые, это вот как с Providence в одном из роликов, я показывал, что куча синглов, прикольно их иметь, но не то, ради чего я покупал данное издание. Я данное издание покупал даже не ради специального кода, который я вам не буду показывать, потому что это секрет. Но это код на Marvel Insider, ну, 40 тысяч Marvel Insider Points, на которых вы можете купить комиксы в онлайне, диджитал-версии, вот они. Это работает только в США, насколько я помню, это все Marvel Made Surprise и прочее, но если, если вы используете этот код, вы еще и получите бесплатные обои для рабочего стола от Джоки Сады. Если не ради этого тратить 200 долларов, то ради чего скажите, пожалуйста. Ладно, шутки шутками, однако, как мы все понимаем, куплена была книга, помимо того, что это прецедент, еще и ради самой книжки. Давайте же мы на нее взглянем и посмотрим, что из себя представляет непосредственно вот эта вот замечательная... Эть! Эта замечательная книжинца. Итак, сначала у нас идет красивый Форзот. Затем, наверное, самое интересное, что есть в этой книге. Это надпись. Причем не простая надпись, а одна из культовых цитат Криса Клэрмонта, написанная им же в каждой книге. Ну, то, что моя надпись принадлежит Росомахе, думаю, понятно по первому слову, которое здесь используется, а именно слово Баб. Браток, ты только что подписал себе смертный приговор. После цитаты идет автограф Криса Клэрмонта и номер самой книги. Дальше у нас идет титульник Marvel Program Collection Крис Клэрмонт от Marvel Made с удовольным Росомахой. Дальше у нас идет содержание, по которому мы видим, что здесь собраны самые важные ключевые арки Клэрмонтовского периода. А также одна более современная история, о которой мы поговорим чуть позднее. И первая проблема книги видна на вступлении от Луизы Саймонсон. А если быть точнее, тот факт, что, к сожалению, многие страницы слиплись. И из-за того, что фон черный, это очень сильно видно и немножечко расстраивает. Итак, мы переходим к комиксам. И первым комиксом у нас, разумеется, идет Анкини Иксмен номер 94. Разумеется, по той причине, что это первый выпуск Иксов за авторством Криса Клэрмонта. А вот и вторая проблема у нас подъехала. Проблема слипшихся страниц, но по краям. В связи с тем, что у нас обрез цветной, возникает данный брак. Брак, в рамках которого две страницы слипаются, и тебе надо очень аккуратно их разлиплять, чтобы не повредить рисунок и чтобы не повредить саму страницу. К сожалению, это встречается очень часто. После 94 выпуска у нас идет второй блок истории. Это Анкини Иксмен со 129 выпуска по 137. Сага о Темном Фениксе. И снова слипшиеся страницы. Как я уже говорил, это встречается очень часто по всей книге. Я не знаю, либо я счастливчик, либо действительно из-за цветного обреза. Везде такое, но, к сожалению, факт есть факт. Придется помучиться, чтобы разлепить все эти страницы. Но что делать? Следующий блок у нас это Анкини Иксмен 141-142. Дни минувшего будущего. Разумеется, без Дни минувшего будущего никуда. И, естественно, его засунут. Пускай данная история уже была в миллиарде сборников. Следом идет то, чего я, честно говоря, не ожидал увидеть на страницах этого сборника. Это вся лимитка Росомахи с первого по четвертый выпуск, за авторством Криса Клэрмонта и с иллюстрациями Фрэнка Миллера. Первая сольная серия про Росомаху. Возможно, данную лимитку сюда засунули, потому что надо было как-то оправдать эксклюзивный сингл с эксклюзивной историей из данного периода. Из периода первой лимитки, которую вы уже видели. Далее у нас идет 268 выпуск Анкини Иксмен. Несмотря на то, что это не первый раз, когда Джим Ли и Крис Клэрмонт вместе сработались. Первый был в 248 выпуске. Но в данном выпуске произошло много ключевых событий, вроде столкновения Росомахи и Капитана Америка в первый раз и так далее. Он был выбран для того, чтобы показать этот самый плавный переход из Анкини Иксмен в Иксмен. А если быть точнее, в Иксмен номер один, который сюда был добавлен. Тот самый знаменитый выпуск с четырьмя обложками. Выпуск, который рисовал Джим Ли. И выпуск, который известен, наверное, каждому, даже около фанату комиксов. Как-никак, это все еще комикс, продавшийся самым большим количеством экземпляров. Ну и последний, это эксклюзивный комикс для данного сборника. 20-страничный комикс-приквел к дням минувшего будущего от Криса Клэрмонта и Сальвадора Ларокки. Вот это я понимаю эксклюзив. Несмотря на то, что я не самый большой фанат Сальвадора Ларокки, факт наличия эксклюзивного 20-страничного комикса в рамках сборника очень круто. Тем более комикса, который является приквелом к одному из самых популярных Иксовых событий. Итак, что у нас по допам? В первую очередь вас ждет полный скрипт, то есть сценарий, оригинальных дней минувшего будущего. Я не самый большой фанат скриптов. То есть они интересны, если вы изучаете конкретный период или конкретную арку, тогда вы можете еще детально изучить интенсы автора через скрипты. Но помимо скриптов, здесь есть еще и зарисовки Клэрмонта с разными набросками и разными изменениями, что уже делает данный доп довольно интересным. А после скрипта вас ждет блок с комментариями Клэрмонта касательно каждого комикса из данного сборника. Так вы, читая произведение или в данном случае конкретную сюжетную арку, сможете правильно смотреть, что сам Клэрман думает о ней сейчас, и в целом, что он думает касательно того, насколько важна была данная арка, и в целом, для чего он ее писал. И на этом все. Вот такое вот содержание у Paragon Collection по Крису Клэрмонту. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот что из себя представляет данное издание. Стоит ли оно ваших денег? Если вдруг вы его найдете, если кто-то на барахолке его будет сливать, во-первых, это зависит от двух факторов. Только от двух факторов. Во-первых, от цены, разумеется. Если вам его предложат тысяч за 70, за 50, за 60, за 40, я бы не стал отдавать такие деньги за него. И второе зависит от того, насколько вы любите иксов. Если вы фанат иксов, тем более иксов периода Клэрмонта, данное издание будет для вас в разы, в десятки раз интереснее, чем если вдруг вы просто собираетесь классные издания. Потому что если вы собираете просто какие-то лимитированные издания, и хотите собирать лимитированные издания, вы получите лимитированные издания. Но отклика какого-то оно у вас не вызовет. В то время как, если вы любите иксов, здесь вы найдете кучу всего интересного. Начиная от интервью с Крисом Клэрмонтом, заканчивая эксклюзивной историей, сделанной специально для данного сборника. Как концепция, это прикольно. Как явление, это занятно. И, честно говоря, мне бы хотелось, чтобы Marvel Made продолжали делать подобного рода сборники. Я не уверен, что они станут все сборники делать в виде книжки внутри книжки внутри книжки. Но как концепция, это довольно занятная вещь. И я безумно рад, что обжился таким вот дополнением для своей коллекции. Это будет какой-то уже четвертый автограф Криса Клэрмонта у меня в коллекции. Но все равно здесь есть много интересных вещей. Не только для того, чтобы ими кичиться и хвастаться. Здесь еще есть много вещей для изучения, для ознакомления. И приятно сознавать, что они были сделаны специально для книжки, которую ты купил. Поэтому для тех, у кого ее нет, и тех, кто ее ищет, обдумайте эти факторы. Имейте в виду, что она на старте стоила, книжка на старте стоила 200 долларов без учета доставки. На тот момент это было что-то в районе 14 тысяч. И от этого отталкивайтесь. Насколько вам это надо, и насколько вы это хотите. В качестве издания, несмотря на все вопросы, и некоторые моменты, которые меня немножечко смутили, все равно визуально-экстерьерное оформление здесь приятное. Классное и хорошее. Интерьерное, ну вот, к сожалению, из одного вытекают проблемы с другим. Советую вам я его. Если вы любите иксов, определенно. Для вас оно будет крайне занимательным и интересным. И на этом все. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вы нашли данную книгу интересную. И надеюсь, что вы будете смотреть и дальше мои маленькие, непопулярные, но все же столь душевно приятные твердобзоры. Подписывайтесь, чтобы увидеть больше классных изданий в этой рубрике. Пишите в комментариях, что вы думаете насчет такой книги. Хотели бы вы себе такую коллекцию, или чтобы кто-то такой издал когда-нибудь в России, что вряд ли будет в ближайшее время. И обязательно ставьте лайк, если вам понравилось. И скидывайте своим друзьям, которые, возможно, любят иксов и не знают о том, что есть такая книжечка. Это поможет в продвижении ролика и поможет нам чаще снимать твердобзоры, потому что, честно говоря, их снимать я люблю больше всего по понятным причинам. Меня зовут Руслан Хубиев. Если хотите поддержать канал, подписывайтесь на Патреон. Спасибо, что смотрели и всех благ. Ну и куда без лучших людей на свете. Отдельное огромное спасибо Центру за это. Григорию Фарафонову, Марине Сережевне, Михалычу, Диане Вагун, Левиафану941, Данилия Бирякову, Некрофаго, Владимиру Вулкарту Данилову, и куплю себе что-нибудь красивое. За поддержку канала на сервисах Бусти и Патреон. Продолжение следует...